Два миллионы додатковых финансовых сродков решением Гомельского Абл-Ваканкама выделены для развития инфраструктуры в районе индивидуальной жилой забудовы Романовича. На что они будут накерованы, когда завершатся работы? На это и многие другие вопросы сегодня отримали отказы забудовщики и жихары по часу встречи с представителями городской улады и разностранных ведомств. Дмитрий Котов протягнет. Пытания развития инфраструктуры Романовича для многих жихаров и для тех, кто покуль ожитивляет будовництво своего приватного дома, наболелые. Проблемы самые разные. Перш за все отсутность на некоторых дорогах асфальтового покрытия и коля особных участков инженерных сеток и коммуникаций. Опошняя тема, до речи, неодноразово узнималась на приемах громадян и подчас промых телефонных линий. Усе хвалюющие пытания были сегодня обмеркованы на встрече со старшиней Гомельского Агар-Ваканкама Пятром Кириченком. Ее выникам представники инициативной группы засталися задоволены. Все эти вопросы у нас накопились. Было предложено со стороны горосполкома встретиться, обсудить. Мэр нам проставил конкретные сроки, когда будут решены определенные проблемы. Большинство из них было обещано, что будет сделано в этом году лично мэром города, что вселяет и обнадеживает нас. Поэтому будем надеяться, что эти вопросы будут оперативно решаться. Было обещано, что будем периодически собираться. И то, что не решено или требует оперативного вмешательства, будет постоянно находиться на контроле и решаться своевременно. Паслят былася встреча представников городской улады и разностайных ведомств с заводовщиками и жихарами микрорайона Романовичи. Людей собралося вельми шмат. Пытания тычились самых разных направлений. По каждому дадены конструктивный отказ. До приклада актуальным застаётся развитие транспортного руху. Пытания зараз пропрацовываются. Свои пропоновы может выказать каждый, потелефоновавший по номеру горячей линии 41-00-25. Ждём предложений по этому вопросу. Одновременно могу пояснить, что все маршруты объединяются, изучаются, подкорректированы уже к началу учебного года. Введено новое расписание с 2 сентября. С учётом расписаний школы, факультативов изменяются все пожелания. Но есть вопрос, когда одновременно все пожелания не очень можем принять в обработку. Некоторые проблемы, как высветлилась, возникают за дефицит информования. Это тщится в приватности социальной сферы. Многие же хоры Романовича ускарзилися на отсутность аптеки. На самой справе яна есть – в будинку мясцового ФАПа. У наявности больше за 400 наименее лековых сродков первой необходности. Людям рассказали и про медицинскую допомогу, которую они могут отримать на территории микрорайона. На сегодняшний день организована работа ФАПа, на которой работает специалист с опытом 32 года. Но опять же, здесь дефицит информирования жителей новостройки о том, что ФАП вообще существует. Для них сегодня, я так понимаю, это было открытием. Да, здесь вероятно наша недоработка информационная, которую мы в ближайшее время устраним. Мы, более того, с руководителями организации здравоохранения, которые призваны оказывать помощь именно на этой территории, мы в ближайшее время с людьми, с этим населением более углубленно проведем встречу и разъясним о порядке. После закончения с встречи мясцовые жихары означают ее корысть. И они выполнены, что все возникающие проблемы в будущем вырошать разом с уладой будет значительно легче. Спасибо большое нашему руководству за такую конструктивную встречу с населением жителей Романовича. Были услышаны вопросы, были даны разъяснения. Конечно, по некоторым вопросам еще будут разбираться, есть проблемы. Вот, что хочу сказать, что нужно еще собираться людям, да, это дает решать оперативные вопросы. Вот, будет организовано, вот сказали, что будут собираться. Нагадаем, решением Гомельского обл. Ваконкама выделено 2 миллиона рублей в додатковых сродков. Гроши призначены для проектования и будовництва объектов инженерной инфраструктуры в районе индивидуальной жилой забудовы. С уликом названной суммы, агульный годовый объем финансования по третьей шарзе склау 3 миллионы 700 тысяч рублей. Сродки продугледжены на будовництво сеток, вода и электрозабеспечения, а так само канализации. Гэтые работы уже вядутся. По первой шарзе забудовы на гэтый год было выделено свыше 1 миллиона. 95% сродков уже освоено. По другой шарзе, агульный объем финансования на гэтый год склау 3,5 миллионы. Уже освоено 92% сродков. Основные работы, запланованные на 2019 год, завершены. Застается пытання по сетках вонкового святления и дорогах. Гэтые работы плануют завершить у наступным годзем. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, Телерадио, компания «Гомель».